16-летнего подростка, пропавшего 25 ноября в Нижнекамске, убили. Эксперты установили, что причиной смерти является закрытая черепно-мозговая травма. Напомним, молодой человек в тот вечер пошел домой к друзьям, но в назначенное время не вернулся. Выяснилось, что верхняя одежда и мобильный телефон так и остались в той квартире. Его искали волонтеры и полиция. Тело нашли в лесу с признаками насильственной смерти. Динара Камалова знает подробности. Его нашли в этом лесу, в десятке километров от дома, где в ночь с 25 на 26 ноября находился он с друзьями. Тело было присыпано листьями и ветками. До этого волонтеры его искали ближе к улице Химиков, где он и пропал. Когда рассказывают полицейские, те, кто находился в квартире, говорили, что подросток ушел в одной футболке, оставив в квартире верхнюю одежду и телефон. Именно поэтому не сразу заметили его отсутствие. У своего отца молодой человек попросил 500 рублей, объяснив, что идет на день рождения к знакомому и вернется только утром. Но к назначенному времени молодой человек не пришел домой, а его телефон оказался отключен. Полицейские установили всех, кто в ту ночь был в квартире и выяснили, что у подростка возник конфликт с одним из новых знакомых. По мнению полицейских, его избили прямо в квартире, а затем на машине вывезли в лес, где избили до смерти, а тело прицепили листьями. По подозрению в совершении преступления был задержан 22-летний, нигде не работающий, житель Нижнекамска. По версии следствия, убийство было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Подозреваемые вместе с тремя своими знакомыми вывезли молодого человека в лес, где мужчина в компании своего знакомого нанес ему смертельные ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи намерены обратиться в суд для заключения подозреваемого под стражу. Второй подозреваемый сейчас находится в розыске. Динара Камалова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.